МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 82 с психическими расстройствами, 18 больны сифилисом, у девятерых ВИЧ. Эти с виду нежные существа, убийцы, воровки, наркодилеры, проститутки и мошенницы. Так распорядилась их жизнью судьба. Или они сами ею распорядились. Существование за колючей проволокой. День за днем, по распорядку, под неусыпным вниманием охраны. Из милицейской сводки. В 5.45 утра на окраине населенного пункта обнаружен труп женщины с признаками насильственной смерти. Возраст 15-20 лет. Она скончалась от большой кровопотери. Ей нанесли не менее шести ударов острым предметом в жизненно важные органы. На месте преступления найдены нож, веревка и канцелярский скотч. Непосредственных свидетелей преступления нет. Вскоре установили личность убитой. Девушку звали Оксаной. Ей было всего 16. Трагедия произошла в одном из малонаселенных поселков Ленинградской области, где все друг друга знают. Местные жители в ужасе судачили. Неужели среди своих завелся маньяк? Или приезжий? Тело жертвы кромсали жестоко, словно тряпичную куклу. Уже к вечеру преступление было раскрыто. Развязка оказалась неожиданной. Оксану убили несовершеннолетние подруги. Пять лет назад в компании убийц оказалась и эта девушка. Анастасия Фокина. Скоро ей исполнится 21 год. Когда мы за ней зашли, когда мы с ней шли к этой сосне, когда мы уже подошли к этой сосне, уже у меня оказался в руках нож, я даже, честно, не заметила, как я вот так вот сделала. Прям ножом мне в горло. Бездумно. За компанию. Повинуясь стадному инстинкту. Кто бы мог подумать, что эта девушка из внешней благополучной семьи будет способна на такое злодейство. Но все сложилось так, что авторитет улицы оказался сильнее родительского авторитета. Ну, мы жили вместе с папой, с сестрой, с мамой. Потом мы переехали, там мы с папой не поладили, мы переехали в другой городок и жили с мамой и с сестрой втроем. Вот. Там новая компания, новые друзья. Ну, и как-то мы так подружились с девчонками. И вот. В этой компании она стала проводить большую часть времени. Пошла по боку школа, научилась курить и выпивать. Мать ее особенно не контролировала. Пропадала на работе, чтобы прокормить двух взрослых дочерей. Отец с ними виделся редко. Из материалов уголовного дела Анастасия и ее подруга стали подозревать, что они заразились сифилисом от своих парней, которые имели половую связь с некой Степановой Оксаной. В один из вечеров они решили обидчице отомстить. Ну, а как, мы же подружки, друг за другом горой. Ну, вот. Но я не думала, когда мы шли ее убивать, я не думала, что мы правда ее убьем. Но мы сейчас попугаем, как обычно. Вот. Отпинаем, тянем, и все. А на самом деле все, вот как развернулось. Мы ее убили. И посадили меня, и подельницу. Нож прихватили, видимо, чтобы попугать. Оксану вызвали из дома, отвели в безлюдное место, связали, заклеили скотчем рот и нанесли шесть ножевых ранений. Потерпевшая скончалась на месте. Убийц взяли на следующий день. С этого момента жизнь Анастасии как бы распалась надвое. До того, как посадили, и после. Родители убитой Оксаны настаивали на максимальном сроке наказания. Ей дали шесть лет. Почти треть от прожитой жизни. Экспертам предстояло разобраться, почему юная, неокрепшая душа с такой легкостью пошла на убийство. И выяснилось вот что. Анастасия склонна к асоциальному поведению. Упряма. Быстро поддается отрицательному внушению. Управляема. Подруги без труда верховодили ей. Вся компания была склонна к употреблению алкоголя. И как результат, убийство по пьянке. Сотрудники колонии отмечают этот бич и проклятие нашего времени. Злоупотребляющий алкоголем или наркотиками подростки со сниженным самоконтролем. Все можно, потому что мы так хотим. Нету таких именно преступников, которые вот целенаправленно вот так шла. Я иду на преступление. В основном это по глупости. По пьянке часто бывает. Вот это они в компании выпьют, веселятся. В компании кто-то заведется, а ты же уже в компании не отступишь. Ты же тоже должен быть в компании, иначе тебя не примут. Как же ты себя не проявишь? Вот оно и идет. Оно им по большому счету и не надо. Им не нужны те вещи, которые они воруют. Они им не нужны. Им не надо те сережки и кольца, которые они при разбое снимают. Оно им не надо. А просто вот выпили, подруга, давай, да давай. А это что я? Не такая, такая. В итоге потом, конечно, они раскаивают, они сильно жалеют об этом. Но поезд ушел. Уже все, преступление совершено. Из шести лет Анастасия отсидела пять. Скоро ей исполнится 21 год, а значит, остаток срока придется провести в исправительном учреждении для взрослых. Анастасия туда отправляться не хочет. Не женское дело. Зона. Там другие правила и отношения. И к ним надо быть готовой. Анастасия, она целеустремленная. Она хитрая, а в жизни женщины такое и надо быть. Она вот как кошка, которую как бы не кинул, всегда станет на четыре лапки. У нее все будет нормально. У нее все сложится. Она сумеет добиться. Она умеет этого. Она умеет порой гибкой быть, порой напрямую. Ну, тоже женщине это надо по жизни. Анастасия натуротворческая. Рисует, пишет, ведет местную газету. И хочет на свободу. Она знает, с чем сравнивать. Несколько раз ее поощряли увольнительной в город. Да, есть у нас такой метод, как поощрение. Выход в город за пределы ВК в сопрождении сотрудника. Или в сопрождении родителей. Они очень долго готовятся. Они так настраиваются. Они так прям... Ну, все, все. Они только спят и видят. Когда мы начинаем выходить, у них появляется в глазах страх. Они до того всего боятся. Вот страх перед свободой, страх перед людьми, страх перед движением. Они боятся улицы переходить. Они переходят и хватают тебя за руку и вот так тросится. Идем, когда мы с ней проходим мимо, они часто берут под руку и пошли. Потому что они боятся. А потом, когда походят-походят, они... И говорят, так неохота возвращаться. Испытание свободы. Не каждая сможет вернуться к прежней вольной жизни. Особенно, если впереди год во взрослой зоне. Там могут перековать, себя не узнаешь. Но у Анастасии все будет хорошо, уверены воспитатели. Вы знаете, естественно, видно, что она больше не сядет. В большинстве случаев. Вот. А воровки, вы знаете, это как болезнь. Вот она вышла, и она не может. Она должна... Вот девочка у нас была, она говорит, понимаете, я не могу, я вот должна что-то украсть. И рано или поздно она вот вернется. А эти уже как-то не осознают. Поскольку они совершили эти тяжкие, особо тяжкие преступления в основном в нетрезвом виде. Девочки-убийцы. Они прибывают в это воспитательное учреждение из разных регионов России. Больше всего с Урала, из Челябинской и Пермской областей. Немало и с юга, из Краснодарского края. Именно эти регионы считаются самыми неблагополучными по уровню употребления наркотиков и алкоголя в молодежной среде. А где дурь и бутылка, там особое злодейство. Это закономерность. На сегодняшний день у нас в колонии содержится более 300 воспитанниц. И надо сказать, что за тяжкие, особо тяжкие преступления сидит где-то около 95%. Значит, они, коль тяжкие, особо тяжкие, у них большие 40. Ну, максимум у детей 10 лет. Поэтому, если девочка поступила к нам в возрасте 14 лет, и если она отсидела уже своего срока 5-6 лет, ну, мы считаем, что эта девочка уже перевоспиталась, она совершенно взрослая, и уже видно, что она больше не попадет. Поэтому мы стараемся освободить условно-досрочную. 10 лет за убийство совершила преступление ребенком, вышла взрослым человеком. Еще 15 лет назад таких осужденных на зоне были единицы. Сегодня сотни. Всему есть свои причины. Из 300 заключенных 82 с отклонениями к психике, 33 наркоманки и алкоголички, почти 100 воспитывали матери-одиночки, 38 сиротки. 90% это дети из так называемых неблагополучных семей. Вот такая национальная программа «Счастливое детство». Их растит улица. Они сбиваются в стаи и становятся социально опасными. Одни идут на преступление, чтобы выжить, другие, чтобы самоутвердиться. Третьи за компанией. У каждой свой путь на зону. И своя беда. С заявлением о краже личного имущества в милицию обратился молодой мужчина. Он рассказал, накануне вечером у себя дома выпивал с друзьями. Народу было много. Кто-то постоянно подходил, кто-то уходил из квартиры. Ночью лег спать. Проснувшись утром, понял – обокрали. В списке похищенных предметов DVD-проигрыватель, телевизор и телефон. По горячим следам воров задержали. В их компании и гулял накануне потерпевших. Некоторые из них неоднократно судимы за аналогичные преступления. Была среди них и несовершеннолетняя девушка. 16-летняя Виктория Харзаманова. В таком нежном возрасте у нее уже три судимости. За грабеж, разбой и воровство. Каждый раз, отбыв наказание, она возвращалась к прежнему. На журнал взяла, посмотрите. А что за книгу тебе? Протест прокурора. Ну как ты письма за вам получаешь? Нормально? Да нет, с этим меня напряг. Сейчас она спокойно рассуждает. Но еще полгода назад бросалась на всех, как хищный дикий зверек. Никому не верила, дерзила воспитателям, конфликтовала с соседками по комнате. Она до такой степени приехала, озлобленная, ненавидящая всех. Вокруг нее это звери, вокруг нее не сотрудники. Это не то, что сотрудники, мы не люди были для нее. Вот такая она была, жестокая. В коллективе, попробуй только скажи, Вика, как кошка, вот так, когти. Понимаете? Она долго не могла поверить, что можно просто разговаривать. Что вы мне там рассказываете? Она этому просто не верила. Такую характеристику ей дали сотрудники СИЗО, следственного изолятора, откуда Вика прибыла по этапу после приговора суда. Хитрая, злопамятная, обидчивая, мстительная. Но психологи колонии утверждают, эта девочка не всегда была жестокой и неуправляемой. В нашей колонии находится она не очень продолжительное время. Но хочется за нее сказать, что характер у нее очень такой взрывной, она очень вспыльчивая. Но почему она такая? Хочется спросить или задать вопрос. Ну, наверное, и ответить на него можно. Ведь девочка лишена была родительского тепла. Мама у нее длительное время злоупотребляла спиртными напитками. Отец неоднократно находился в местах лишения свободы. Естественно, воспитанием девочки некому было заниматься. Это было утрачено. И никому не секрет, наверное, что такие подростки, они больше всего склонны попадать в среду. Вот. И попадать именно под отрицательное влияние других подростков. Вика, конечно, девушка не промах и способна на отчаянные поступки. В 12 лет она сама пришла в комиссию по делам несовершеннолетних и попросила лишить свою мать родительских прав. Подумала, в детском доме ей будет лучше. Но интернат обернулся еще одним разочарованием. После меня отправили в интернат вообще за 3-9 земель. Ну, очень далеко от своего дома. Оттуда я сбежала и начался преступный мир. Где-то выпьешь, где-то уколешься и все. И поплывала. Тянула на вратство, драки. Первый раз судили у меня. У меня много статей было. Начиная с самой мелкой, 158-й, кончая 162-й. Разбой. У тебя была компания, подружки, друзья? Была компания, которая намного меня просит старше, наверное. Ну, которую ничему хорошему не могли научить. Я как-то тянулась к таким, кто уже не раз сидел. В компании рецидивистов Вика почувствовала себя комфортно. Она регулярно попадала в истории, но ее не привлекали по малолетству. Ей тогда было 13. Инспекторы детской комнаты милиции пытались девочку образумить. А Вику эти нудные норовоучения взрослых только раздражали. В школу ходила от случая к случаю. Чаще время проводила по-другому. Выпивка, наркотики, участие в грабежах, воровстве. И снова приводы в милицию. Жизнь по замкнутому кругу. И тут мир перевернулся. В нее влюбился милиционер, инспектор по делам несовершеннолетних. Познакомилась со своим человеком. В июне мне было 13 лет. Познакомилась я в ПДН, в детской комнате милиции. Он был инспектором по делам несовершеннолетних. Ну, после начал повышать свою должность. Познакомились, так сошлись. Ну, сначала не жили, конечно, мы так периодически встречались. Потом он начал ездить за мной в школу, провожать, встречать. В то же время же я училась. Наверное, этот человек искренне пытался помочь заблудшей Викиной душе. Но почему-то вышло так, что Вика забеременела. Выходил и милиционер попросту соворотил подростка, воспользовавшись ее одиночеством и беззащитностью. Ее мужчина, с которым она познакомилась, от которого она забеременела, должен был нести ответственность. Но с его легкой подачи он ее утешил с тем, что она должна рожать, что для юной девушки, конечно же, плохо делать аборт. И наивная девчонка в это поверила. Она поверила в его слова. Но ведь он, наверное, не отдавал себе отчет в том, что ей предстоит рожать. Это нужно воспитание. А ведь она сама еще подросток и недостаточно имеет самообразование. И поэтому мне хочется сказать, что доля большой вины лежит все-таки на нем, на его безответственности. За судьбу несовершеннолетней девушки. По закону, любое лицо, вступившее в интимную связь с подростком до 14 лет, даже если ребенок пошел на это добровольно, может угодить за решетку. Но воспитатель, кажется, этого не боялся. А может, это была правда любовь? На языке закона это называется по-другому. Склонение к сожительству. Неожиданно ее новый знакомый вдруг предложил пожениться. Но Вика все решила по-своему. Она отказалась выйти замуж и сама, еще будучи ребенком, все же родила своего нежеланного сына. Я, во-первых, не хотела его. И стих писала даже, что я не хотела этого человечка. Просто я кололась весь год, считай. И думала, что он родится урод. И я вот стих писала. Хотите, расскажу? Сначала забава глупая, потом были роды с муками. Родился малыш, гость непрошенный, случайностью в жизни брошенный. И встречен он был проклятием, что исходило от матери, глазами ее оттуманенными, сердцем ее каменным, руками ее холодной, жизненно отобрать способными. А он так смотрел, доверчиво. Что же ты делаешь, женщина? Ну, отрекись, откажись, только оставь ему жизнь. Теперь она часто вспоминает о сыне, которого назвала Данилой. Сейчас ему три года. Живет он с отцом-милиционером, о котором Вика вспоминать не любит. Как и не хочет общаться с его родителями, которые проявили великодушие, признали внука и всячески пытались девушку приобщить к себе. Потом его родители начали ко мне приезжать. У него и мама, и папа очень такие люди. Хорошие. И они меня как-то пытались с этого всего вытащить. Говорят, Вика, остановись, тебе ничего не надо, все будет нормально. Все, они меня забрали, я как-то после роддома остепенилась. Все, встала на свои места, а потом опять. Три месяца после рождения ребенка Вика была примерной девочкой. Потом эти игры в дочке матери ей надоели, и ее опять потянуло на улицу, к своим, к взрослой вольной жизни. Она не захотела существовать в предложенных обстоятельствах. Порой большое количество запретов для девушек именно подросткового возраста приводит к тому, что им наоборот хочется эти запреты нарушить. И естественно, вести себя как-то по-другому, быть взрослее, быть независимой, быть самостоятельной. А от этого идут вот такие последствия, когда они попадают в неблагоприятную среду и совершают преступление. Из материалов уголовного дела в июне 2005 года Виктория Хайрзаманова в составе организованной преступной группы по предварительному сговору после совместного распития спиртных напитков похитила у своего знакомого мобильный телефон и документы, после чего скрылась в неизвестном направлении. 9 августа 2005 года ночью она проникла в чужую квартиру и похитила 130 рублей. В этот же день после распития спиртных напитков Хайрзаманова и ее друзья угнали машину. Они покатались на ней и бросили в соседнем дворе. Машина оказалась в неисправном состоянии. Тогда, после этих забав, ее поймали и судили за криминальные проделки. Я по большому счету сама сказала, что когда меня вызвали, взяли суда, разговаривали, изначально со мной говорили Вик, возьмись за ум, возьмись. Дай им тебе последний шанс. Он говорит, возьмешься за ум, все, все в твоих руках. Ты начнешь жизнь заново. Я говорю, нет, я сяду опять. Я говорю, смысл, или я сейчас сяду на три года. Ну, мне уже сказали, с какой у меня срок будет так. Смысл, или я сяду на три года, или я просто сейчас кого-нибудь по пьяни возьму, грохну. Мне дадут срок восемь лет. Она как будто сознательно стремилась за решетку. Возможно, искала в этом спасение. Сама, будучи еще ребенком, она бежала от нелюбимого человека и тягостных хлопот по воспитанию сына, от влияния дурной компании, в которую попасть просто, а вот выбраться почти невозможно. У меня нету зависимости к наркоте. Я просто вот то, что нету зависимости такой, то, что я вот не могу прям меня ломать, начинать. Да, бывали там ломки. Но я могла перетерпеть. Просто у меня друзья вот как-то я стремилась к этому кругу нехорошему. Ей не нужны были деньги на еду. Она шла на преступление, даже не задумываясь, на какую мелочевку разменивает свою жизнь. Но главнее была водка, а за ней доза. Из материалов уголовного дела. В начале февраля 2006 года они проникли в чужое жилище и похитили чайник, дуршлаг, ведро, кастрюли, бачок и деньги в сумме полторы тысячи рублей. В середине февраля в дачном домике разбили стекло и похитили спортивный костюм, двигатель от велосипеда, раскладушку, женскую кофту. И снова суд. Избежать наказания ей помогал сожитель-милиционер. Но в конце концов Вика решила, уж лучше в тюрьму, чем на свободе. Сколько раз, все условники, условно-досрочные, давали мне все по его помощи, то, что где-то деньги заплатят, где-то что-то. И всегда меня вытаскивал. А сейчас просто я сама начала. Да я сяду просто. Зачем? Смысл этого. То, что вот он меня опять вытащит, и я опять две недели отгуляю, опять сяду. Муж, ребенок, подгузники, кастрюльки. И это не для нее. Как и многим из этого контингента, ей чего-то другого не хватало в жизни. Острых ощущений, наверное. Чего-то такого. Зачем? Романтики, наверное. Какую романтику? Ну, вот это вот зоны, тюрьма, лагеря, этапы, конвой. То есть для тебя это романтика? Наверное, если это... Украл, выпил, в тюрьму. Романтика. Три года и семь месяцев. Таков был приговор суда. Год уже отсидела. И мечтает о взрослой зоне, куда попадет через пару лет. Кажется, ей нравится сидеть на нарах. И она не понимает, зачем другие ее сверстницы так ретиво бьются за УДО. УДО – это условно-досрочное освобождение. Похоже, у Вики уже сформировалось отношение к жизни с ее главным тюремным принципом. Не верь, не бойся, не проси. Она не активистка. Ей замаливать свои грехи перед воспитателями не надо. Сотрудничать с администрацией не собирается. Работать не любят. На мокрые дела не ходила. Воровала. Но тут другие понятия. У меня свой характер просто. Если меня это не устраивает, я это не буду делать. Я не могу... Чем актив меня напрягает? Тем, что, допустим, если она сказала, почему она такая же осужденная, она должна мне говорить, ты должна там полы мыть или еще что-то. Я скажу, да иди, ты знаешь. Я не могу это. Для меня это тяжело. Почему такая же осужденная должна идти и воспитателя докладывать за каждый мой шаг? Это не по мне. За это я уеду на взрослую. Хотя на взрослую есть тоже такой же кружок, почти такой же, но там более строже с этим. Чем Вику так манит женская зона, знает только она сама. Хочется новых ощущений? Взрослой жизни? Или ей страшно на свободе? А если она уедет на взрослую по исполнению 18 лет? Она опять сядет. Она сядет и будет сидеть. И будет у нее уже не третья судимость, а 23-я. Между свободой и зоной несколько метров зарешеченного коридора. По обеим сторонам своя, не похожая одна на другую жизнь. При входе тщательный досмотр. Мобильники изымают. И сразу предупреждают. Курить на зоне строго запрещено. Передвижение по территории только в сопровождении охраны. Это тоже зона. Конкурс красоты. В изящных платьях заключенная. Александре 19. Сейчас она в образе. Всем известно, Саша любит самодеятельность. Она на хорошем счету у администрации. Трудно поверить, но однажды она взяла в руки нож и убила родную мать. Саша Голубева девочка очень эмоциональная. В то же время добрая. Ее характер соткан из самих противоречий. В ней уживается все. Доброта, импульсивность. Она родом из Дагестана. Отец давно умер. Вместе с ней в семье жили две старшие сестры и мать, учитель по образованию, которая всем в доме и заправляла. Ее излишняя требовательность и жесткость возможно и стали причиной страшной трагедии. Не всем просто даются слова о совершенном злодействии. Я старалась, конечно, об этом не вспоминать, но это все равно воспоминания, они есть, и они никуда не денутся. Ну, как-то вот время, оно сглаживает вот эти, и я же... Честно, я не могу даже сказать, что вот этому предшествовало так. Все-таки я как-то и повзрослела сама, и я осознаю свои ошибки, что я делала неправильно когда-то. Поэтому я не могу с уверенностью на сто процентов сказать, что вот это была причина. Саша хорошо училась, закончила музыкальную школу по классу гитары, сочиняла стихи, пела в церковном хоре. После девятого класса поступила в техникум. Со стороны казалось, примерная дочь, которой можно только гордиться. И только близкие люди знали, в последнее время отношения с матерью у Саши заметно испортились. И виной всему парень. Девушка влюбилась, а мать запрещала им встречаться и контролировала каждый ее шаг. Также тщательно выбирала дочери подруг. Из материалов уголовного дела мать Александры Голубевой была строгой к собственным детям и к учащимся, но не была жестокой. Да, во многом виновата я сама, в принципе. Вот в том, что произошло. Я никого не виню. Причину всегда надо искать в себе. Я и в себе ищу. Всего, что произошло. Вот как выглядит картина происшествия по материалам уголовного дела. 6 сентября 2003 года Голубева Александра, отпросившись у куратора техникума с третьей пары, вместе с другом пошла на станцию Юнатов, где они сидели и разговаривали. Домой она пришла в 14.30. На вопрос матери, почему задержалась, ответила, что ходила с подругой в библиотеку. Мать не поверила, стала ругаться и попыталась ударить дочь. В процессе разговора Саша убедила ее, что говорит правду. На следующий день, в 7.30 утра, мать снова стала настойчиво допытываться, где и с кем она была накануне, тем самым вызвав у дочери чувство гнева. Александра вышла на кухню, взяла нож, вернулась в комнату и нанесла матери два удара ножом. В момент преступления Саша не осознавала то, что она делает. Она не думала о том, что мамы больше не будет никогда. Все это было импульсивно. Она не сдержалась и все произошло так, как произошло. Она совершила убийство. Через полчаса ее мать скончалась по дороге в больницу. Ее последними словами обращенными к старшим дочерям были «берегите Сашу». Теперь Александра понимает, что совершила тяжкий грех. Но раскаяние пришло уже на зоне, как и другие потрясения в жизни. В жизни в заключении без матери и сестер. Потрясением первым для меня было то, это естественно мое преступление. Это было для меня первым, наверное, единственным таким потрясением, по сравнению с которыми все остальное – это мелочи. Так что... Даже меня не пугало то, что я сижу, меня пугало то, что я сделала. Экспертиза признала эту девушку вменяемой. Психологи утверждают, в том, что случилось, есть доля вины и матери. Саша воспитывалась, как мне кажется, в условиях жесткой требовательности, излишней строгости. Вот, наверное, наступил какой-то момент в отношениях с мамой, что она... Что был всплеск вот этих эмоций, импульсивности. Воспитатели считают, Александра хлебнула сполна. Правда, ее глубокая душевная рана не заживет никогда. Но надо жить дальше. И Александра строит планы. Надеется на досрочное освобождение. Мечтает после зоны получить высшее образование и завести семью. Хочет иметь детей. А прошлое все равно ее не отпускает. А мама, у тебя не снится? Снится. Не так часто, как раньше, но снится. А она как-то общается с тобой, разговаривает или что? Ну, бывает, общается. Бывают просто какие-то... Просто как-то, типа, фрагменты из жизни. Ну, все равно тяжело. Вот вроде уже и прошло три с половиной года. А тяжело вот осознавать, что ее нет. Как-то, не знаю, не представляю, что я выйду, и ее не будет. Кусочек вольной жизни. Свобода, сублимированная до конкурса красоты на зоне. Втайне они понимают, что их красота, кроме воспитателей и самих девушек, никому не нужна. С парнями здесь не пококетничаешь. На сцене участницы от 16 до 20 лет. Все как в другой жизни. О том, что это преступницы, напоминают лишь некоторые детали. Да люди в форме, сидящие в зрительном зале. Вокруг 300 пар чутких глаз. Для них этот праздник минутное забвение. Тонкая нить, связывающая с прошлым и дающая надежду на будущее. Но куда приведет эта нить? Ведь только наказанием перевоспитание не ограничивается. На свободе их никто с распростертыми объятиями не ждет. Да вот в том-то и проблема, что их по большому счету они никому не нужны. По большому счету. Потому они и садятся повторно. Если бы у них была возможность какой-то адаптации, если бы возможность была, вот приехала она, а у нее ни жилья, ничего нет. Или если какое-то жилье, ну вот написала девочка, я приехала, мама пьет, в доме устраивается, там бомжатник самый натуральный, что она? По улице ходит, там где переночует, где у подруги. Ну что ее ждет? Тюрьма ее опять ждет. А если бы она могла куда-то обратиться, там какие-то общежития для таких людей, потом работа какая-то предоставлялась, совсем бы было по-другому. А это все-таки наше будущее, его не надо упускать. Жалко девчонок. Это правда. Наше будущее и в этих трех сотнях поломанных судеб. Их учат жить по-новому, но они могут вернуться к преступному прошлому. А там трупы, мольбы невинных жертв, разворованные чужие дома, горы проданных наркотиков. Сегодня на их одухотворенных лицах хоккетливые улыбки. Трудно поверить, что когда-то их искажала гримаса злобы, страха и отчаяния. Видите, как мы на танце переживали. Глядя на этих девчонок, не верится, что перед нами опасные преступницы. Но это так. Только этим людям известно, сколько на них положено терпения и труда. Слез воспитателей никто не видит. Но зона не знает передышки. И на смену этим раскаившимся или не очень заключенным придут новые. За это время идет их медицинское полностью обследование, психологическое обследование. Там у них происходит первое знакомство с сотрудниками колонии, с распорядком дня, с техникой безопасности, затем с сотрудниками воспитательного отдела. Мы рассказываем, как мы живем, чем мы живем, какие у нас проблемы. То есть это первое знакомство. Медицинское обследование. Неутешительные выводы. Здоровых среди осужденных практически нет. Статистика удручает. Где-то около 40% это вот чисто, официально психические отклонения. Но я считаю, что если ребенок совершил убийство, то это уже будет психическое отклонение. Гинекологические заболевания очень много. Но на сегодняшний день у нас содержатся ВИЧ-инфицированные. Это тоже, конечно, заболевание такое сложное. Есть, ну пусть не так, много сердечных заболеваний. Там у кого-то зрение, у кого-то там зубы, у кого-то нервы. Ну практически где-то около 80% детей поступают больных. Сначала их всячески обследуют, лечат, потом распределяют по отрядам. Вот так выглядит отделение в колонии малолеток. Два десятка кроватей, тумбочка на двоих. Третий отряд. Сейчас у заключенных свободное время. Они в домашних халатах и тапочках. У каждой свои мелкие житейские заботы. Журналы. Из книг особенно популярны женские романы и детективы. Но это лишь иллюзия свободы. В 10 вечера отбой, подъем в 6 и жизнь по распорядку. Дежурная часть. Здесь ведется круглосуточное видеонаблюдение за заключенными. На стенах фото и предупреждение о склонностях подопечных к побегу, алкоголизму, агрессии, самоубийству. Их надо знать в лицо. Многие из них и в зоне опасны, хитры и изворотливы. От них можно ждать любого сюрприза. Подъем в 6 утра. Завтрак. Учеба. Обед. Тихого часа не будет. Будет работа. Здесь они получают первое образование и первую специальность. Сначала школьный аттестат, затем свидетельство профессиональной швеи. Это их шанс вернуться к нормальной, честной жизни на воле. Но не все используют этот шанс. Практика показывает, некоторые из этих девушек никогда не начнут работать. Они уже попробовали другой жизни. Украл, выпил, в тюрьму. На этой оперативной съемке момент задержания торговцев наркотиками. Челябинская область, цыганский поселок. Здесь продают героин. Среди задержанных есть малолетние дети. Это их родители, соседи, друзья вовлекают в преступления, не задумываясь о страшных последствиях. Такова история одной из заключенных этой колонии. Из материалов уголовного дела. 27 октября 2004 года Горбунова Мария по месту жительства, имея умысел на сбыт наркотических средств, продала два свертка с героином на сумму 900 рублей. При обыске у нее изъяли полтора грамма героина, что является особо крупным размером. Этого хватило, чтобы отправить девушку за решетку на три с половиной года. Два из них она уже отсидела. По паспорту она Горбунова Мария, но на воле родные называли ее Русалина. Так называют ее и в тюрьме. Она говорит, что ее отец цыган, а мать азербайджанка. Сирота при живых родителях. Мать ее бросила, едва девочки исполнилось восемь. Где она сейчас, Русалина не знает. У отца другая семья. Он изредка появляется, но не помогает. Русалину, ее сестру и брата всю жизнь воспитывала бабушка. Как только мать ушла из дома, Горбунова забросила школу и часть забот по дому легла на ее плечи. Надо обжила постирать, сделать все, убраться, свалить, когда в школу ходить. Русалина в свои 17 лет уже умело кокетничает и мило привирает. Так, что правду от вымысла не отличишь. Русалина, она очень самолюбива. Она очень, конечно, она знает, что она девушка красивая. И порой это ей мешает в жизни. Она считает, что все должно быть у ее ног. Вот она, прямо сейчас. А ей при этом не надо прикладывать никаких сил. Вот она немножко ленивая. Если она с этим качеством своим будет бороться и добиваться именно сама чего-то, может быть, у нее что-то и сложится в жизни. Она говорит, что торговала зельем не от хорошей жизни, а чтобы прокормить своих близких. Воспитатели утверждают, Русалина жертва своей семьи, родственников цыган, промышлявших наркотиками. Ведь часто бывает как? Занимаются этим взрослые, а страдают из-за этого дети. Почему? А потому что взрослому больше дадут. А ребенок несовершеннолетний, значит, первая судимость. Ему мало. То есть родители спихивают. Мне, конечно, это дико. Мне страшно. Но родители свое преступление на ребенка не дают. Таких случаев очень много бывает. И потом девчонки сами об этом рассказывают, признаются. Без труда рассказывает о прошлом Ирусалина. Вспоминает, как ее взяли на месте с поличным. Ну, пацан подставил меня, который брал у меня. Он подставил меня, пришел, купил закупные деньги, что ли, там дал. Купил у меня это, героин. И ментам он дал. Милая улыбка легкий рассказ. Может, она и понимает, что совершила тяжкое преступление. Хотя вроде и не убивала. Но сколько на ее счету погибших от передоза? Кто же их считал? К сожалению, ее будущее почти известно. Русалина тоже сядет. И сядет потому, что у нее окружение. У нее опереться дома не на кого особо. И семья есть. И в то же время она не постоянно как-то. А 228-я, понимаете, это легкие деньги. Вот, она говорит, я пойду там торговать чем-то другим, буду что-то делать. Ну, получит она эту тысячу, ну, получит эти две. А будет знать, ага, если бы я продала наркотику, было бы больше. Трудно начать. А если она уже этим занималась, у нее будет возможность сравнить. Она раз попробует, получилось, два попробует, а потом ее опять закроют. Здравствуйте, уважаемая Светлана Ивановна. Месяц назад настал самый счастливый день моей жизни. 25 января, день моего освобождения. Ваша колония, где я пробыла два года, похожа на пионерский лагерь. А взрослая зона это нечто такое, что я называю адский рай. Там идет настоящая борьба за выживание. И многие нормальные люди просто сходят с ума. Каждый день такие письма из взрослой женской зоны приходят воспитателям новооскольской подростковой колонии. Слова благодарности от бывших воспитанниц. И надрывный рассказ с жуткими подробностями о другой жизни за колючей проволокой. Воспитатели читают их вслух. Почему вслух? Некоторые из осужденных неграмотны. Для многих учеба закончилась так и не начавшись. У 210 человек уровень образования не соответствует возрасту. На сегодняшний день у нас около 30 человек в возрасте 16, 17, 15 лет учатся в начальных классах. Они приходят к нам, они не умеют писать, читать, не знают буквы. Представляете, какой уровень развития у ребенка. Письма с воли от родных и близких самое ценное, что сегодня есть у этих девушек. А сколько их попадает сюда из-за равнодушия и черствости тех самых родных и близких. Если им не к кому идти на воле, их судьба почти предрешена. Первый шаг за пределами колонии станет началом их обратной дороги в зону. Есть такие, которые все, но знаете, оно видно, что этот человек он пойдет по тюрьмам. Бывают и такие. Но основная масса вот этих взрослых убийц, которые не укладываются, ведь они не являются убийцами по сути. Они не убийцы по сути, это нормальные дети. А мы их уже оценили. Нет, ты убийца, ты должен быть только так. Дать им возможность встать на ноги и пойти вперед. Общество бывает жестоко к тем, кто оступился. У многих из этих девушек никогда не будет своей семьи, детей, не будет собственного дома и работы. Это дико и страшно, но, быть может, годы, проведенные в колонии, для некоторых окажутся лучшими в их жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова